Воспоминания бронебойщика Шевченко Василия Кондратьевича. Удивительно, но я до сих пор не знаю, где принял свой первый бой и где дислоцировался наш полк. Северо-западнее Сталинграда за Доном. Вот, пожалуй, и все координаты. Пришли сюда ночью, ждали, зарылись в траншеи, не зная, что происходит и где сейчас немцы. Не так далеко от нас был Дон, а от него всего в 70 километрах Сталинград. Так начиналась Сталинградская битва. Пока что шли бои на дальних подступах. 17 июля был сформирован Сталинградский фронт. Наши войска дрались в прокаленных Донских степях, отступая, попадая в окружение и снова контратакуя. Нашему полку это еще предстояло. Как я пережил следующий день, сам не знаю. Сначала на рассвете на гаубичный дивизион свалилась шестерка юнкерсов. Еще несколько штук в сопровождении истребителей прошли вдоль линии обороны. Заодно бомбили штаб полка, склад с боеприпасами и продовольствием. Война сразу показала свое лицо. Стоял сплошной грохот, все заволокло рыжей глинистой пылью. Я забился в лисью нору, но земля стала осыпаться. Когда вылез из нее, стена траншеи осела и задавила дно. Я кое-как выдернул винтовку и пополз прочь. В полумгли едва не стукнулись лбами с Витей Монохиным. Он хотел мне что-то сказать, но грохнуло так сильно, что мы на какое-то время оглохли. Все, нам конец, еще одна бомба. Но бомбы рвались, а мы оставались живыми. Потом все стихло. Немцы нанесли удар с целью сразу прорвать оборону. От гаубичного дивизиона осталось всего 3-4 орудия. Накрыло минометчиков. В землянку соседней роты набилась бойцов как селедки в бочку. На ее месте из рыхлой земли торчали обломки бревен. Также нижняя половина человеческого тела и сломанная винтовка. Бойца вытащили за ноги, он был мертв, измят и переломан. Остальные тела так и остались под слоем земли. Копать не имело смысла. Потом, словно накликали, появились танки, которые подогнали ночью. У немецких панцеров тихий, почти бесшумный ход, и в атаку они двинули с расстояния километра. Было примерно 20 машин, штук 8 бронетранспортеров и пехота. Я ожидал, что от нашей артиллерии и соседнего батальона ничего не осталось. Но в стрелковых ячейках возникали все новые фигуры. Вспомнил, что являюсь командиром отделения и обошел свой участок. Костя Черняк вытирал слезы. Погиб его дружок, второй номер расчета. Ни имени, ни фамилии его не запомнил. Знаю, что жили они на одной улице и вместе учились. Это как мы с Витей Монохиным. Кроме пулеметчика убило еще одного бойца, а один пропал без вести. Ребята говорили, что его разорвало прямым попаданием. А другие говорили, что он сбежал ночью. Раненых не было, но почти все были контужены и оглушены. Я копался в земле, нашаривая вещмешок и гранаты в нише. Вещмешок нашел, а все остальное завалило землей. Но уже подносили ящики с патронами, гранатами и горючей смесью. Я распоряжался, вставлял капсули в гранаты. А меня кто-то упорно тянул за рукав. Боец без каски, в рваной гимнастерке, дергая щекой, просил разрешения отбыть санбат. Я спрашиваю, ранен что ли? Он говорит, нет, контужен шибко. Ничего не слышу и голова не соображает. Я говорю, бери винтовку, гранаты и становись вон там. Боец тоскливо вздохнул, но приказ выполнен. Открыли огонь гаубицы. Затем короткоствольные полковые пушки. В батальоне, который прибыл вечером, имелись сорокопятки. Танки шли быстро, уклоняясь от фугасных снарядов тяжелых гаубиц. Я приготовил две бутылки с горючкой. Немецкая пехота отстала, а танки через считанные минуты сомнут траншею. Редкие взрывы гаубиц не достигали цели. Дуэль между легкими пушками и танками складывалась тоже не в нашу пользу. Хотя 2Т3 уже дымили, осколочные снаряды выбивали расчеты противотанковых пушек. От прямого попадания перевернулась полковушка. Придавленный щитом артиллерист кричал тонко и пронзительно. К нему на помощь кинулись артиллеристы соседнего расчета. Они приподняли орудия, вытащили товарища и сами попали под взрыв снаряда. Хлопали противотанковые ружья. Хомченко тоже с двумя бутылками КС стоял на коленях, выглядывая ближайший танк. Артиллерия сумела остановить часть панцеров, но несколько штук утюжили траншею. Тяжелый Т4 еще старого образца с коротким стволом наехал на противотанковое ружье, согнув его как кочергу. Оба бойца бежали пригнувшись, к ним присоединились еще человек пять. Пулеметы Т4 их не доставали, выстилая веерпуль над головами. Немецкие танкисты в азарте увеличили скорость. Левая гусеница обвалила часть траншеи. Пулемет и пушка выстрелили одновременно. Из кучки бежавших в нашу сторону людей уцелело всего двое. Возле дымящейся воронки ворочалась половина человека. Такого просто не может быть. Боец из последних сил приподнялся на руках. Его привалило землей и оторвало ступни. Он сумел пробежать еще несколько шагов. Не проковылять, а именно пробежать, прежде чем очередь в спину свалила его лицом вниз. Но и Т4 с усиленной броней ворочался всей своей двадцатитонной туши, застряв в обвалившейся траншее. Левая гусеница гребла дно, а правая бешено вращалась, выбрасывая фонтан земли на бруствере. Хомченко пихнул меня, и мы побежали к танку. Нас опередил боец с обычной гранатой РГД-33. Он бросил ее, взрыв не причинил вреда застрявшей машине. Из бокового люка высунулся танкист с необычно коротким автоматом и дал очередь в бойца. Наверное, ранил. Он высунулся по пояс, собираясь добить наверняка. «Сейчас я тебе, б***я!» Старшина кинул обе бутылки одну за другой. Одна из них шлепнулась во взрытую землю и не разбилась. Вторая растеклась в горящей луже возле застрявшего танка. «Бросай, чего смотришь?» – кричал Хомченко. «Да далеко не достану!» «Давай бросай!» Обе мои бутылки тоже не долетели. Но возле танка горел уже костер из трех разбившихся бутылок. Старшина, топырив зад, упираясь локтем о брусвер, стрелял в танкиста из нагана. Выронив автомат, тот уцепился за броню, чтобы не вывалиться. «Товарищ сержант, возьмите!» Боец совал мне РГД, которое против танка бесполезно. Всем спасибо за просмотр! Друзья, приглашаю подписаться на наш новый канал «Мастерская настроения Лайт». Канал о всем самом интересном и увлекательном подарит вам массу положительных эмоций и яркого настроения. Ссылка будет в описании к ролику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова